Ну что ж, собираем аудиторию. Сегодня мы продолжаем нашу многосерийную онлайн эпопею Midnight Loft Online. Уже у нас было огромное количество участников, участники не заканчиваются, и каждый из них интересен по-своему. Сегодня у нас замечательная, великолепнейшая пианистка, человек с огромной энергией, человек, который вообще успевает везде и всюду, потому что это не только замечательный профессионал, это еще бизнес-леди, это мама, что самое главное, это человек-мультитаскер, замечательная Оксана Шевченко, которая приняла участие в Loft Philharmonia в далеком 2017 году, но теперь он уже не кажется таким далеким, потому что сейчас воскрешаются эти записи, я с удовольствием делюсь контентом, выкладываю для вкладки Loft Therapy все то, что нажит они по сильным трудам, и вот сегодня Оксана к нам присоединится и поделится своими лайфхаками, расскажет, как вообще у нее дела, потому что мы очень-очень-очень давно не виделись, и мы планировали нашу встречу, но вот теперь эта встреча, возможно, только в онлайне дождались, и поэтому сегодня довольствуемся онлайн-соединением, но я думаю, что это будет очень классно и тепло. Итак, поехали! Оксана, дорогая, привет! Как я рада тебя видеть! Как ты? Как самоизоляция? Как вы там живете? Как маленькая Майя Алексеевна ваша? Давай проверим, что ты меня слышишь, все хорошо, да? Я тебя слышу, вижу, да, как ты меня, нормально все тоже, связь ок. Да, я тебя прекрасно слышу. В общем, да, слушай, Алиса, дождались самоизоляции, чтобы пообщаться, я считаю, это прекрасно. Слушай, ну это анекдот, конечно, но не будем скрывать, что графики такие, что созвониться даже иной раз проблема. То есть вся наша жизнь в мессенджерах, и как бы там даже с оттяжками, что типа, окей, я напишу там через два часа, там отвечу, когда смогу, и вот так вот это все продолжается. Знаешь, мне даже сегодня посидела такая странная какая-то мысль, что, в общем-то, еще до карантина, до самоизоляции, мир, по-моему, уже дошел до какого-то экзистенциального кризиса, и был уже такой элемент, ну, сюра, что, в общем, вот эта вот точка, в которой мы сейчас находимся, она, в принципе, объяснима и вот каким-то вот таким почти полуэзотерическим каким-то исканием, вот, поэтому будем надеяться, что сейчас мы будем ценить наше личное общение в разы больше, будем к нему стремиться. Вот. Но все-таки, вот все-таки мы оказались там, где оказались. Мы понимаем, как бы, все недостатки ситуации, вот мы люди не очень наивные, но что происходит вот конкретно у тебя на самоизоляции? Вот давай по порядку. У меня на самоизоляции происходит замечательная жизнь, совершенно обычная. Та жизнь, которую я должна была вести два года и три месяца, но начала вести только сейчас, потому что, значит, Майя Алексеевна родилась в феврале, ты помнишь, как я скакала в ноябре? Примерно так же я соскочила из родовой палаты и принеслась играть концерты. Значит, ребёнок то был где-то под мышкой, то был, знаешь, у родителей с мужем, и, ну, как-то нормально, вроде никто не жаловался, жили мы так бодренько, и тут бац, я понимаю, как себя чувствуют люди в декрете. Передо мной открылась какая-то глобальная истина. То есть они себя чувствуют весьма спокойно, ничего не происходит, как бы, да? Вообще, то есть от вообще. Нет, всё не так. Люди в декрете работают просто на износ. Они постоянно стирают глаза, стирают, готовят, моют, моют, готовят, опять стирают, подтирают носы, подтирают как будто щёчки, там что-то ещё моют. Тут внезапно оказывается куча дел, и ты так изденосишься. В общем, я ощутила себя полноправной домохозяйкой. Почему я себя в мужском роде говорю? Вот. Потому что у тебя мужской характер. Вот так вот как бы люди и проверяются. Нет, на самом деле, ты знаешь, Оксан, я честно тебе скажу, я как человек, который находится, ну, несколько в другой ситуации, то есть я не была на твоём месте, но я просто не понимаю даже, как возможно поспеть везде, то есть и быть мамой, и быть хорошей пианисткой, и быть хорошим, там, не знаю, менеджером, да, в самом лучшем смысле этого слова. Успевать везде и даже, вот, знаешь, как бы желать чего-то большего постоянно. Потому что, знаешь, вот я очень долго сомневалась, да, вот могу ли, могу ли я, смею ли я выдернуть тебя из твоего как бы вот жизненного, семейного даже распорядка сейчас на самоизоляции, потому что я вот понимаю, что как бы ребёнок – это не какая-то вещь, это не какой-то гаджет, это же постоянное внимание, это же постоянное развитие. Мне было так совестно, так совестно, я так рада, что всё-таки к нам присоединилась. Вот. Потому что у меня удачное время, то есть ночное. Сейчас, конечно, я забираю твои, как так сказать, сладкие сны. Вот, я понимаю, что нет. Кто спал в 12? Я вообще об этом давно не слышала. Вот, отличная мама, которая сохраняет богемный образ жизни. Слушай, это по мне, мне это нравится. У меня ночь ведёт богемный образ жизни, мне остаётся только к ней как-то приспосабливаться. Она любит встать в 11 и лечь в час ночи, и мы с ней ничего не можем сделать. Это она вся в родителей, потому что родители оба музыканты, как бы для тех, кто в танке, кто не в курсе. Ну, давайте так, давайте начнём с главного. Главный семейный, как бы, вопрос поднимем сейчас в онлайне. Может быть, проголосуем даже аудитории. Майя, на чём будет играть-то? Фортепиано, скрипка, что там у вас в планах? Галанчель, может быть, трио забабахаете? Тоже вариант. Мы сегодня слушали онлайн-концертик одного кларнетиста, очень крутого. Его зовут... Господи, как же его зовут? У него фамилия Гайсин, поэтому я всё время хочу его назвать Илья, но он не Илья. Он питерский, очень крутой, и он солист группы Доброночью. Вот мы слушали кларнет, я думаю, господи, как круто, надо Майю отдать на кларнет. Потому что она уже на рояле там часами, она играет и поёт себе. Спят, усталые душки, спят. Натурально играет там что-то двумя руками обязательно. На скрипке она уже пилит, у неё есть вот такая вот скрипка. Но я сегодня вот услышала кларнет и подумала, что это... Это тоже... Вот это да, слушай, ну это совсем неожиданная комбинация, признаться честно для меня, но кларнет хороший инструмент, слава богу, не габой, потому что вот у меня тяжёлые отношения с габоем, и я бы сейчас, конечно, не очень обрадовалась онлайн. Не самый мой любимый инструмент. Вот и так, информация не для пресса. Слушай, ну получается, что можно, вот как бы имея такого маленького, ну совсем маленького, тут просто не хватит, чтобы показать в экране, насколько маленький человек, 2 и 3, да, 2 года и 3 месяца, Майя. Может быть, с точки зрения даже контента, очень полезный, так сказать, пассажир в вашей команде, потому что, потому что прямо вот с того вот момента, как вот она сейчас подрастает, двое родителей музыкантов, я это вижу сразу как бизнес-идею, начинают заниматься. Сразу, знаешь, готовый проект, проект под ключ, в таких словах я говорю. Как ты вообще относишься вот к онлайн-технологиям, я так плавно перехожу с личного на профессионально, и что ты вообще видишь из самого такого перспективного, а может быть, ты вообще противник этой темы, потому что мы тут часто в онлайнах обсуждаем, как жить дальше, потому что концертов нет, ничего нет, уже половина музыкантов спевается, им в состоянии черной депрессии находится, вот, а мы как бы из той инициативной группы, которая не желает пока что сдаваться, и мы ищем пути решения. Вот, Оксана, как ты считаешь, из онлайн-опции, ну, которые предложены, или которые, может быть, как-то, может быть, даже сами мы генерируем в каком-то смысле слова, что вот конкретно для тебя подходит, что тебе кажется интересным? Ой, мне кажется, мне всё интересно, я всё попробую, если мне предложат. Из того, что я сама хотела бы сделать, обязательно, обязательно нужно делать больше онлайн-концерт. Мы вот сделали один маленький, просто сыграли вторую снадку Прокофьева, получили столько отзывов, столько просьб повторить, именно лайв, именно прямой эфир, не в записи, потому что в записи мы тоже выкладывали, санату Равеля мы её записали, одним тейком выложили. Вот в салон Абаза, это питерские ребята делают такой проект, у них вообще есть концертный сезон, но теперь этот сезон ушёл вот онлайн. Вот, и они делали 30 концертов, один из них был наш, санатура Равеля. Но это, кстати, зашло, но не так здорово, как вот прям. То есть вот этот проект, это именно они как бы записи собирали, и потом это выкладывали в виде какого-то плейлиста, да, очевидно так? Да, 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 но они собирают прямо из дома, то есть они просят, чтобы люди из дома как-то пожелали, там, ребята, не сдавайтесь, мы... Нет, я видела, я заходила, я видела у тебя это в Инстаграме, я даже зашла на эту страничку, поинтересовалась, ну, из того, что запомнилась, там, по-моему, ещё Пётр Лау, там все вот питерские, да, в основном, как бы, ребятки, питерскими силами, да, но это, нет, это очень хорошая инициатива и идея. А вот по поводу онлайн-концертов, Оксана, тут у нас просто возникает постоянно спор, ну, что нужен какой-то, мол, особый инструментарь, для пианиста, конечно, это рояль, это никакая не клавянова, и даже не пианина, ну, то есть все начинают прибедняться в строчном порядке. И вот когда вы играли онлайн-концерт, вы это стримили, ага, я вижу, клавиши, клавянова. Да, Робель играли в этом, потому что рояль наш, огромный Бехштейн старый, 1876 года, никто не может построить сейчас. Настройщик, позвонили настройщику, он говорит, а, меня уже оштрафовали, я не поеду, я больше никуда не поеду, я сейчас удобно. Невероятно. Слушай, то есть получается, что это всё как бы росказня, как бы, что называется, в пользу бедных, да, то есть кто хочет, тот сделает, да, вот у тебя такая позиция. Ну, конечно. Слушай, ну, всё-таки, вот по поводу камерной музыки, ну, ты представляешь, какими сейчас кровавыми слезами рыдаю каждый день я, потому что всё-таки я не нахожусь, да, вот на одной географической точке со своим ансамблистом, хотя тут тоже есть оговорка, сейчас об этом чуть попозже. Конечно, если, когда вы вдвоём, двое музыкантов, да, тем более у вас, ну, слаженный состав, вы много, я так понимаю, переиграли вместе, ну, как бы грех не воспользоваться такой возможностью. Но, сама себя перебью, я видела, что в Инстаграме ты выкладывала с Кристофом Крозе, да, также Шостаковича. Нет, ну, этот тандем при всём желании забыть невозможно, конечно. Мы помним это как «Американские горки», как «Суперэкстрим». Конечно, Аверона была абсолютно незабываема, вот. Ну, здорово. То есть, получается, что чисто технически вы это как сделали? Вы записывали отдельно, а потом... Или вы играли в онлайне? Нет, мы не играли в онлайне, потому что как-то мы не нашли платформу, на которой это можно сделать качественно. Поэтому Кристоф записал свою партию, а так как мы это играли очень много, я просто, знаешь, с первого дубля туда быстренько вставилась. Я верю. Запись, это всё свели, это Лёша всё сводит, все эти штуки. То же самое мы сделали с Катей «Жимайтесь», мы эту испанскую рапсодию уже вдоль и поперёк переиграли с ней везде. Она мне просто прислала свою запись, и я туда так тихонечко своё наиграла. Понятно. Нет, ну потому что как бы... Я тебя понимаю нереально испытать те же эмоции, которые ты испытываешь на сцене с ансамблем, находясь в разных точках и пытаясь через зум или через что-то ещё сыграть, а тренировать. Ну, это суррогат, да, это компромисс, но, понимаешь, мы же все как бы творцы, нам очень не хватает сцены, да, то есть, ну, при всём как бы уважении, да, к той деятельности, которая есть побочно, это основное. Но ты знаешь, всё-таки моя позиция, и вот я знаю, что, наверное, я не ошибусь, если и тебя причислю к этим вот людям, ну, вот смотри, просветительская нотка, нотка создания какого-то оригинального контента, желания создать какой-то свой проект в том или ином виде, пусть в оффлайне или в онлайн, ведь ты много сыграла концертов разных, и сольных там в своей жизни, и камерных, огромный багаж, много чего видела, вот у тебя сейчас нет ли желания вот на такой отметке попытаться своими руками, ну, конечно, если позволяет время, создать вот нечто такое, о чём ты давно мечтала, что-то такое своё, может быть, с онлайн-технологией, может быть, дождаться, когда немножко снимут сейчас эти ограничения и вот пойти, так сказать, ва-банк, потому что концертов всё равно не будет ещё достаточно долго. Ну, ты знаешь, у меня нет такой большой цели, какой-то такой глобальной идеи, то есть очень много всяких идей. Вообще, к сожалению, я всегда говорю, что я персонаж Шалом Алейхома, я Тевье Молочник, я всё время генерирую идеи и иду дальше. Их надо ловить, складывать куда-нибудь и реализовывать, потому что мне, к сожалению, не то, что становится быстро и неинтересно, но какие-то следующие идеи прут в мой мозг и я уже отвлекаюсь на них. Это плохо, это сильно портит мне жизнь. Вот. Поэтому сейчас есть несколько проектов, над которыми мы работаем. Один суперсекретный проект, который делает Лёша для, в общем, ну, в общем, я потом тебе расскажу, это суперпроект, это прям бомба-момбическая. Вот. Потом, ну, вот это замечательная история про то, что у нас назревает квартирный спектакль. Да, вот это поподробнее, пожалуйста. То есть, краткая предыстория. Вы жили в доме, в котором вы даже не догадывались, кто ваши соседи. И тут, в момент самоизоляции, люди начинают вдруг общаться. Точнее, кто-то играл, да, я так понимаю, ты была за роялем или что-то такое произошло. Вот расскажи нам с самого начала. Короче говоря, видимо, до самоизоляции мы все были так заняты, что никто не обращал внимания друг на друга и на шумы издающиеся из окон соседских. А тут, в самоизоляции, наши соседи со второго этажа мы на четвертый. Внезапно поняли, что они живут с музыкантами. Кто-то играет на рояле. И у нас буквально недели две назад, полторы, была вечеринка. Ну, у нас каждый день вечеринка, мы играем песни, поем, горланем, танцуем, пляшем. Это всем очень нравится. И звонок в дверь. В домофон точнее. и там такой голос суровый мужской. Это вы играете на фортепиано. Ну, и мой муж говорит, мы. Я сейчас к вам поднимусь. Муж говорит, зачем? А этот суровый голос говорит, у меня к вам творческое предложение. Ну, мы все напряглись. Ну, ты представляешь творческое предложение? Каждый пианист знает, что все его соседи, точнее, думает, что его соседи его ненавидят. Ну, конечно, первая мысль, что тебя идут убивать, конечно же, да. Сейчас придет творческий дядя и кувалтой тебя творчески прибьет. Или гантелькой такой чик и все. Да, ну, Ну, значит, мы все выходим. Где? И в итоге к нам в дверь, к нам в квартиру входит очень интеллигентный молодой человек. И представляется, я актер малого драматического театра. И вот так. Я живу на втором этаже. Вот так. А моя девушка, она чиновистка балета Эйфмана. предыдущая Валерина. Почему бы и нет, да, вот как бы такая, почему, очень реальная история. Мы сейчас все немножко как бы оскорбили, что мы находимся в Москве, а не в Питере, что у нас вот никто не звонит, так сказать, в дверь слова тебе, Господи, не звоните, потому что здесь такой истории точно не будет. Это же Москва. Москва. Почему это Питер, центр, здесь мы, А, ну так все, конечно, нужно оказаться в правильном время в правильном месте. Вот, пожалуйста, подтверждение живое. И что? То есть получается такой возможен между вами коллаб какой-то, я так понимаю, да, или что? Молодой человек говорит, слушайте, у нас есть идея сделать небольшой спектакль домашний по Евгению Анюбину. Давайте мы к вам завтра придем и все обговорим. В общем, они пришли завтра, послезавтра, каждый день, и оказалось, что они настолько крутые, мы, конечно, всех пробили, мы, знаешь, ютубчики. Молодцы. Мониторинг наше все, молодцы. Так. Смотрели, они действительно крутые, там такая балерина, боже мой, я смотрела какие-то ролики, как она танцует, и это что, этот небожитель, он что, живет на втором этаже, вот я на нее ходила целый год. Невероятно. Короче говоря, да, и вот сейчас мы записали первую главу, мы готовим вторую, и, как ребята говорят, самая соль в том, что Пушкин писал Евгения Онегина, вот первую, вторую часть, в изоляции, в изоляции, в ссылке. Ну, это почти одно и то же, это синонимы. Да, он тоже был в изоляции. О, так все сошлось, даже концептуально. Кстати, вот работая уже на опережение, я тоже ничего не могу свое поделать, ты генерируешь идеи, а у меня тоже, у меня как-то все тоже само по себе высыпается, выливается из меня. Короче, я тут, значит, заметила, что ты потрясающе пишешь тексты всегда, везде, и это, вот может быть коротко, это может быть длинно, это настолько остроумно, это настолько смешно. Короче, уже можно написать сценарий, уже такая как бы бэкстейчная история, как вы сделали вот этот вот перформанс сплава искусства своими соседями, потому что, ты знаешь, Оксана, вот говорят, ну не то, что злые языки, но как бы есть избитое мнение, что Инстаграм сеть визуальная, ну то есть как бы фоточки, вот это вот видео там промотало, так вот полглаза перед сном и с утра тоже. А на самом деле, вот те люди, которые пишут, и как бы те люди, соответственно, которые пишут, они еще и читают других, которые пишут, то есть это перекресток. Я просто тоже иногда люблю вот это устроить, чтобы такое написать интересное, ну вдохновение, ничего не могу, все пойдет. И я настолько вот, знаешь, вот заценила просто в какой-то момент, потому что и юмор, и как настроение поднимается, и жить просто хочется, а говорят, Инстаграм не читают, ничего не пишите. Короче, Оксана, я тебя просто хочу сказать, я читаю, и я могу понять, что это такое, и вот насколько это вот важно просто делать, потому что любая, даже самая гениальная там запись, да, ролик, ну понятно, она сама ценна по себе, но когда вот с таким вот обрамлением, это просто топ. И, кстати, вот тоже сработав немножко на опережение, я вообще хотела тебя поинтересоваться, а не увлечена ли ты часом вот этим самым эпистолярным жанром, то есть я, ну я сознаюсь, я многого как бы о тебе не знаю, да, то есть может быть ты там пишешь стихи, пишешь эссе, там, не знаю, мемуары пишешь, потому что, ну сейчас я скажу, о чем можно было бы написать, на мой взгляд, но ты просто скажи мне, открой эту тайну. Прозвучит странно, но пописываю, пописываю периодически, да, не ездит за мной грешок, люблю, но ты знаешь, когда я начинаю писать, у меня все время получается какая-то помесь Жванецкого с, я себе рщу, сейчас страшно, Жванецкого, даже не знаю с кем, ну в общем, это помесь у меня очень большой. Так, мы чуть подзависли, так-так-так-так-так-так, так, сейчас эфир чуть подвисел, ага, ну чуть подзависли, но сейчас вроде получше, так, все, ты опять собралась из квадратиков в Оксану, все нормально, продолжаем. То есть, все-таки ты пишешь, и ты знаешь, просто я, почему вообще эту тему подняла, не просто так, вообще очень много поднимают, кстати, своих закромов, своих впечатлениях об артистах, которые принимали участие на проектах, о людях, которые мне очень интересны. Вот у тебя год назад был потрясающий межгалактический, я бы сказала, тур «Астралисты», на котором ты вела дневники, то есть у тебя были фотоотчеты, какие-то описания, куски репетиции, концертов, это потрясающая тема. Может быть, вообще пора начинать писать там мемуары или как-то сложить в какой-то интересный фильм смонтировать, то есть просто, понимаешь, вопросы эти все возникают вроде как из ниоткуда, опять же, из-за того, что есть время, есть креатив, есть творчество, и вот я решила поинтересоваться, мне любопытно даже. Алиса, ты сейчас мне сделала божественный пиндос. То, что я делала лениво и редко, я теперь буду делать с энтузиазмом и регулярно. Спасибо. Нет, я искренне, я совершенно серьезно, потому что, смотри, вот поясню, Австралия, да, ну черти где, господи, ну давай честно скажем, ну черт знает где находится вообще, мало кто вообще там бывает, то есть это на самом деле это какие-то, ну, исключительные случаи, исключительные поездки, тем более на тур, тем более, если мне память не изменяет, по-моему, месяц, да, это большой был пыль. Пять недель, да. Пять недель, боже мой, больше месяца, то есть получается, смотри, что знают нормальные люди об Австралии, ну я сейчас так очень коротко, ну я хотела сказать о деятелях культуры, которые знают оперный театр в Сиднеи, который типа из корок апельсина там архитекторный старался изобразить это все, это в лучшем случае, они это, я это знаю, может кто-то сейчас вообще для себя Америку открыл. Я жила у архитектора оперного театра в Сиднеи в квартире. Все, я заканчиваю онлайн, ребята, с вами становится невыносимо. Нет, на самом деле, ты знаешь, Оксана, я просто в таком культурном шоке. Короче, ты не просто воодушевись моим предложением, у тебя получается, и это очень здорово, это интересно, и я уверена, что ни одну поездку можно вообще вот завернуть в такой вот контекст, не знаю, даже какого-то сериала. Знаешь, сейчас даже вот в IGTV появились сериалы, и вот мы сейчас с тобой находимся в сериале, так если что, потому что все вот эти вот серии онлайна, ну, Midnight Loft Online, он имеет несколько серий, будет несколько сезонов, такая моя легкая стратегия, легкая фантазия вот на время самоизоляции. так что вот одна из идей. Реализуй. Мы ждем. Спасибо. Спасибо. Реализуйся, ты мне дала задание, я тебя уважаю, поэтому буду. Слушай, здесь, значит, отвечаю пишущим. Наташа Погася думает обо мне слишком хорошо. А что там она написала? Она думает, что на меня повлиял Довлатов. Нет, в смысле, она пишет, что на меня повлиял Довлатов. Это правильно. Правильно. Жванецкий и Довлатов. Да, правильно. Но до Довлатова и до Жванецкого мне как до Китая пушком. Потом говорили, что в юном возрасте не надо писать. Странно, что пишут, предлагается писать мемуары в юном возрасте. Я считаю так, надо начинать пораньше, потому что попозже уже забудется, что было раньше. Правильно? Слушай, что, наверное, я имела в виду конкретно это. Потому что уже в старческом маразме, которого у тебя, конечно же, не будет, потому что ты вообще, ты светлая голова, у тебя все будет в порядке. Но просто в 90 будет столько, такое количество событий, что ты подумаешь, что то, что у тебя было хайлайтами, когда тебе было там 20-25 и так далее, и так далее, это как бы, ну, может быть, это и не было лучше. А сейчас, поскольку это весь твой временной отрезок, ты можешь честно, точно все изложить. Тем более, знаешь, свойства памяти. Как бы, я не злая, память у меня хорошая, да, это из-за этого разряда. Сейчас это будет очень остросюжетно, живо. Вот. Поэтому я считаю, что никогда ни рано, никогда не прознём. Хорошо. Ладно. Я серьёзно уже задумалась. Главное, что меня все потихонечку вот так вот шпеняют. Все, кто знают, что у меня лёгкий очень слог, говорят, что ну давай, давай, ну что же ты, что же, чего же ты ждёшь? Нет, ну на самом деле, понимаешь, вот мы как раз говорим практически в каждом онлайне о том, что артист, это как бы целый спектр услуг. То есть музыкант, это как бы, ну всё понятно, мы даже не будем на этом зацикливаться, там всё ясно. Там просто неинтересно говорить, потому что это просто уже превратится в какую-то анкету. Но что такое артист? Это человек яркий, человек, который талантлив во всём, человек, который занимается, ну он получает удовольствие буквально от всего. То есть понимаешь, ну вот самый примитивный бытовой пример, не знаю, вот все ненавидят мыть посуду, ну вот как один, да, вот редко найдёшь человека, который любит этим заниматься. Даже от этого творческий человек может получить удовольствие. Здесь тебе нужно написать какой-то текст, аннотацию, не знаю что, рассказать о Средневековье в двух словах, тоже это возможно сделать играючи буквально, да. Просто многие музыканты, они почему-то замыкаются, вот, ну пианисты, да, зачастую не замечала, вот на клавиатуре и говорят, нет, нет, вот мы играем, всё, значит, на этом коробочка закрывается. А почему? Вот, Оксана, я хочу твоё мнение услышать. Я считаю, что это неправильно. Неправильно? А я даже таких людей не знаю, Алиса, где ты везена? Как, ничего себе, то есть ты что, мне так везёт, да, это у меня такие все? Да. Нет, ну подожди, это веяние, как бы, вообще с давних времён, то есть, как бы, вот я там пианист, я, значит, это, вот вы мне, пожалуйста, рояль выходите на центр, аванс, и всё, и как бы, на этом, говорить я не люблю, писать, это не обо мне, пусть теоретика, не буду забирать хлеб у теоретиков, такой текст идёт, монтировать, вон есть Бруно Монсонжон, вперёд, поехали, одним Бруно будем живы, так сказать, да, то есть, нет, какие-то просто ты предлагаешь человеку опции, он тебе постоянно говорит, это я не могу, это я не хочу, то есть, я постоянно, когда даже общаюсь со многими своими студентами на менеджменте, они говорят, нет, а зачем вообще, зачем нам менеджмент, с этого начинается любой, практически мой курс, он говорит, ну как, как, у меня будет специально, вот дядя, тётя, так, ты тут, связываемся с тем, что называется реальностью, и потом все приходят на второй год, на менеджмент, вот просто я хочу от тебя, как от человека практикующего, от человека, который является действительно хорошим пианистом, но при этом объединяет массу интересов в себе, вот я как бы к чему веду, да, Оксан, пни их, пожалуйста, ты. Готовлюсь. Значит, о, вот Аня Шакина с тобой согласна. Вот, собственно, хотела сказать об Ане Шакиной, которая, мало того, что замечательная пианистка, она в Петербурге живёт, или она работает в консерватории, играет регулярные, сольные с оркестрами, вообще очень крутая и потрясающая, она, пардон, пишет такие картины, что вот-вот закончатся карантин и выставка давайте. Я только на карантине об этом узнала, потому что у неё время появилось их писать. Невероятно. Я так смотрю, думаю, ого, 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 не знаю, вот мне как-то повезло, меня окружают настолько разносторонние люди, что только и остаётся, что бежать и тоже что-то делать, потому что все, ну вот, рассекретила тебя Аня, ну вот, да, да, извини. Нет, нам было это очень интересно узнать, потому что, потому что на самом деле такой мультитаспинг, когда человек занимается несколькими видами искусств, да ещё и как бы, на профессиональном уровне, как бы, где ничего не просаживается, это редкость, но, кстати говоря, я в такие вещи верю, я считаю, что одно поддерживает другое. Ну, ну, Оксана, ты продолжай, пни их там. Ну, вообще очень, очень многие имеют какой-то вот второй талант среди моих знакомых, он буквально, он тоже финалист последнего Клайберна и полуфиналист Елизаветы, мой приятель, Леонардо Пьердоменика, пишет стихи, пишет картины, причём рисует как-то так ручкой какие-то у него потрясающие владения, с цветными вообще вот этими чернилами, представляешь? Невероятно. Смотрите, ты на эти трети блестей, боже мой, как всё живёт. И играют замечательно, и финалист таких конкурсов, и просто фантастический парень. Не знаю. То есть просвещение всё-таки в жизни музыканта это как бы, ну, важная, одна из важных опций, то есть она, в принципе, должна быть у зрелого человека, то есть может быть, конечно, многие вещи говорятся и делаются, знаешь, вот по творческой незрелости, то есть человек убеждён в тех вещах, которые ему, может быть, насаждали, всю его сознательную жизнь, а потом находит на него какое-то просто понимание того, что есть реальные вещи, то есть никто не отменяет твоего уровня и концертного графика, но просто жизнь же на этом не заканчивается, и зачастую ты видишь, как другие, может быть, что-то строят, те же проекты открывают, свои фестивали делают, даже вот по нашей какой-то опции. для этого нужны какие-то знания. по себе вот мое личное мнение, которое со мной с самого детства, ввиду того, что я родилась в городе с потрясающей природой, это город Алма-Ата, он находится в Казахстане и окружён горами с трёх сторон, это Зайлийский Алатау, это Цанчанский хребет, и это такие красоты, такие не обжитые красоты, такие горы, такие ущелья, такое небо. Ты знаешь, мы достаточно много в эти горы ходили в моём детстве до 15 лет, ну, грубо говоря, каждое воскресенье выбирались. И то, что я это всё видела, я считаю, мне помогает играть, мне помогает в каких-то моментах, знаешь, когда нужно вот вдохновение, какая-то большая брамсовская кульминация, когда перед тобой вроде как будто открываются бесконечные дали, когда вот ты видишь, как земля закругляется там за горизонтом, и вот эта огромная кульминация, это огромный подъём. Но если бы я не была в горах, я бы могла это представить в авариат, потому что ни один фильм этого тебе не покажет, не подарит ощущение вот этого, когда ты как будто весь расширяешься, становишься воздухом, становишься таким же большим, как эта гора, на которую ты влез. Поэтому я лично считаю, что нужно получать впечатление как можно больше, как можно больше разных, что-то создавать. Вот, кстати, большая трансляция. У тебя уже цитируют, я вот молчу, ты знаешь, я тоже делаю в том, что в этот момент пока ты как бы руками так и делаешь, ты большая артистка. Вот я смотрю и во мне включается какая-то режиссура, я уже смотрю на несуществующий твой видео, там, не знаю, влог, блог, ролик, фильм, и я понимаю даже, как это будет, и я вот просто могу только наслаждаться. Это, наверное, один из немногих эфиров, в которых я просто готова сидеть в этом окне и просто кивать и говорить да-да-да. Но нет, ты знаешь, Оксана, на самом деле у меня очень много вопросов и каких-то других. Я поняла, как ты относишься к этой теме, ну, то есть мы здесь солидарны. А вот если вернуться к каким-то обычным, вот даже простым вещам, до которых всегда у тебя не доходили руки, потому что просто не было дома, то есть ты была либо в поездке, либо на сцене, находясь в Питере, да, и так далее, и так далее. Вот какие у тебя есть хобби, вот такие чисто домашние, то есть любишь ли ты готовить, читаешь ли ты книги, смотришь ли ты занимаешься ли ты саморазвитием, то есть какие-нибудь вебинары? Давай. У меня здесь привет, Мирославочка. Всем привет, ребята. Приятно, что вы присоединяетесь, приятно, что Оксане комфортно. Мирослава просто изумительная красавица, она живет в Лос-Анджелесе. Ух ты. Я до Лос-Анджелеса в этом году не доеду, и сразу мои папы, потому что я туда года четыре назад собралась ехать, ну то есть меня пригласили на сезон, и все, и хорошо. Знаешь, я не видела Мирослава, но после того, как ты сказала, что она живет в Лос-Анджелесе, она стала вдвое крашей в любом случае. Это мое такое неофициальное мнение, так что Мирослава, мы не знакомы, но все равно привет. Мирослав, между прочим, моя соотечественница, ну и моя частично. Какой город? Я, кстати, не помню, Мирослав, ты из какого города? Не могу, из Киева, может и нет, вдруг из Харькова, представляешь? Может такое быть легко, все может быть в нашей жизни. Как говорится, если один хриковчан начинает эфир, весь остальной Харьков садится в комментарии. Есть такое поверье украинцам. Ладно, это шуточки, ну давай, расскажи нам, ну не тони уже, что готовишь, что читаешь. Что касается готовки, здесь у нас система. Мы составляем список самых крутых блюд на неделю, которые мы хотим приготовить. Закупаемся продуктами, потом творим. У нас там очень много всего, всякие болгарские омлеты. Что мы делали? Муж мой делал говядину в Шатумбриан вчера. О, Господи, вы там ресторан не открываете часом, нет? Какой-то говядину по-бурбунски. Ну, и главное, у нас есть такой ценовой... А, не, Мирослава из Крыма. Ну, вот. Вот. Почему Крым, если написано Львов? Мне просто вопрос. О, Львов, ну, Львов из Крыму. Так, кто там, кто там бахнул перед эфиром, Оксана? Ладно, ладно. Ну-ну. Вот. Значит, ну, у нас такая игра, мы стараемся не выйти за какую-то сумму, то есть в своих извращениях мы держимся все-таки в каких-то финансовых рамках, достаточно жестких, потому что ты понимаешь, что сейчас никто не знает вообще, когда мы куда выйдем и где еще что заработаем. Вот. Насчет фильмов, мы тоже у нас здесь полный консенсус. У нас список фильмов, который мы должны посмотреть. Пять дает мой муж, пять даю я, и вот сейчас мы уже посмотрели, по-моему, восемь из них. Когда закончим все, опять выберем пять фильмов он, пять я, и будем смотреть дальше. Классно. А как бы в этом списочке есть какие-нибудь хайлайты? Вот назови хотя бы парочку, которые прямо... Знаешь, я посмотрела «Мечтатели Бертолуччи», это твой мой любимый фильм. Так, все взяли на карандаш, быстренько смотрим. Потом мы посмотрели «Джентльменов» для Ричи. Ага, молодцы, это прямо золотая классика, пошла в ход, умница. Это крутяк. Потом мы смотрели «Хичкока», «Головокружение», по совету Антона Долина. Мы смотрели «Жюли Джим». Вот, последнее, что мы видели, это «Жюли Джим», это «Годар», 62-й год. Так, тоже. Мы разнообразны. У нас было разнообразно. У нас был «Чаплин» тоже, потому что никто его из нас не видит. И теперь нас ждет цельно металлическая оболочка Кубрика, кажется, да. Один фильм. А у меня вопрос такой, просто как бы сам по себе он нарисовал сегодня в голове. Майя, с вами смотрите, надеюсь, весь этот список? Куда ребенка вы деваете? Где мультики в вашем списке? Родители? Нет, нет, нет. Никаких мультиков. Она еще не знает, что есть этот ништяк. Серьезно? Вот это да. Ух ты. Как вам это удалось? Просто не даем, и все. Не знает она, и телевизора у нас нет. Классно. Но она же видит ваши гаджеты, она же видит телефоны, что вы что-то смотрите. Нет? Муж подсказывает, что доктора Стрэнджа вам не смотрели. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Прости мой склероз. Вообще, это очень удобно, когда один из семьи выходит в онлайн, а другой работает суфлером. Леша, ты молодец. Ты молодец, я заценила. Это классный лайфхак. У меня так все делают. Причем женатые пары, неженатые пары. Это отлично. В следующий раз для чистоты эксперимента я просто позову вас вдвоем. А кто же вам будет помогать? Майя, наверное. А вы ее не научили пользоваться гаджетами. Вот тут-то как раз все и всплывет. А Маечка придет и будет говорить так, кажется, Маечка хочет порочку. Она у вас такая симпатяшка вообще. Я видела буквально несколько фотографий, не так много в сети, но вообще, я даже не знаю, на кого она похожа больше? На папу, на маму? На Алексея она похожа. Она его дочь. Папина дочь? Да, я уверена, что она моя дочь, только потому, что я ее родила. Иначе я бы, конечно, смотрела... Гениальный ответ, потрясающий. Ох! Ну, ты знаешь, говорят, что если дочка похожа на папу, значит, будет очень счастлива. Есть такой какой-то... Да, поверье. Так что вот проверим. Ну, хорошо, понятно. А вот по поводу образовательных каких-то курсов, вебинаров там, лайфхаков, что там, не знаю, что-то новое такое подучиться, делать. Ну, я тут китайский учу. Мне в курсе хватает, но сложный. Вот. Подожди, там же есть вот эта вот упрощенная версия, да, вот как раз, видимо, твоя, да, которая для европейцев. И там... Нет, 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 нет. Нет, пхеньин ты имеешь в виду. Это такая штука, они все свои слова транскрибировали на латиницу, но эту латиницу тоже хрен выучишь, там очень много правил, надо выучить. Я где-то недели три занималась, то есть мой педагог со мной. Я звоню в Барнаул каждый раз, у меня там потрясающая совершенно девушка. Она совершенно нещадно со мной это все учит, контролирует, закручивает гайки. А там, конечно, иероглифы. Иероглифы, да, мы очень-очень читаем. Оксана, а зачем тебе китайский? Ты что-то знаешь по всей видимости. Понимаешь, сейчас я должна... С тобой вообще я была бы по плану разговаривать не с набережной Фонтанки, а из города Гуанчжоу. А, вот оно что, план такой был. Ну, состояться достаточно такой большой курт по Китаю. И он не состоялся. Но язык ты решила продолжать учить. И, кстати говоря, здесь тоже прослеживается какая-то стратегическая нотка, потому что все мы знаем, что первое расхлопнулось в этом мире, это Китай, естественно, который прошел все вот это вот, типа, и как бы выходит благополучно или не очень. То есть на самом деле... Нет, просто знаешь, для меня тема китайского... Я, конечно, китайский не знаю, но у меня и ученики, так сказать, китайцы есть, и, собственно, те, которые... Люди совсем не китайцы, знают дети китайский язык. То есть это в какой-то момент перестало быть вот той самой агрессивной экзотикой, да, но как они это делают? Потому что эти вот там три интонации, да, которые существуют, ну, насколько я знаю, вот я обывательский абсолютно... Четыре. 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 Извините. Откровенно говоря, даже пять. Пять, потому что есть четыре тона и один отсутствие тона, это тоже, в общем, тон. Если европейцы, то это тоже сложно. Ну, то есть, получается, для того, чтобы говорить, ну, хотя бы хоть как-то сносно, хотя бы несколько фраз, хотя бы там в полуха на китайском, в полножке, это нужно иметь, вообще-то, абсолютный слух, так, на секундочку, по всей видимости, да? Нет? Нет. Просто есть версия, что, как бы, китайцев, музыкантов так много не потому, что их так много, в смеху зали, а потому, что у них, ну, вот, просто с детства... Да, извини, у меня есть такой элемент комедии стендапа, я себя держу в руках, но в какой-то момент открывать, что, как бы, они просто настолько, вот, у них настолько сложный язык, что уши уже автоматически, как бы, воспринимают, как у дельфинов, там, чуть ли не ультразвуки. Ну, это версия. Я тоже все время спрашивала своего педагога по китайскому, какой у меня слух, она вообще это все выучила, потому что она шпарит так, что у меня стекленеют глаза от ужаса, когда она со мной говорит на китайском или что-то читает мне. И, да, я у нее спросила, ну, что, Светлана, у вас-то абсолютно слух, наверное, она говорит, нет, вообще медведь на ухо наступил, просто... Невероятно. Ты знаешь, просто, Оксана, я однажды видела как раз у одного из своих учеников, мой ребенок сидел и смотрел «Унесенный ветром» на китайском. То есть я, я как бы выпала в осадок, потому что, ну, ты знаешь, после этого я подняла правую руку, резко ее опустила вниз, сказала, теперь я видела точно все в этой жизни. Потому что, когда скарлетт говорит «Хорошо, да, да, да», это, конечно, производит впечатление. Это был сейчас вольный перевод того, что я услышала. Вот. Ну, ладно. Ладно. Все очень интересно. Во-первых, каждый иероглиф состоит из ключей, и ключи эти не исключайные. Если ты начинаешь видеть логику в ключах, а ты начинаешь достаточно быстро видеть логику в ключах, тебе уже легче учить иероглифы. И язык оказывается, во-первых, очень многокомпонентным, это понятно, и очень логичным. Все научи их письменности. Как это звучит, это да, это сложно, но, знаешь, у них отсутствуют времена, какие-то предлоги, там, приставки, то, с чем мается на франции в русском. Так что, нет, очень, очень оптимистично я смотрю вот на перспективу обладевания китайским языком. Понятно. Нет, это, конечно, очень экзотичная тема и очень безумно интересно, потому что, ну, об этом можно говорить часами. Вот, интересно потом с тобой пообщаться спустя годик, уже просто на китайском. Ну, я буду сидеть, конечно, с переводчиком-разговорником, да, я буду читать на ломаном китайском языке, буду задать основной вопрос, как тебя зовут, там, привет, что-нибудь такое, да, ты мне будешь так уже летать, будешь отвечать, играешь. Я сейчас расскажу, как меня зовут, это очень просто всех веселит. Мое имя по-китайски будет Окхысана. То есть, если произносить на китайском языке, то есть О, Я О, Окхысана. Ну, это такое, как бы, у меня кардиографик сразу в голове от слухового вот этого эффекта. Ну, да, я знаю, знаю, потому что этот звук именно, как еще раз, давай, ну, еще раз. Ну, в общем, да, все поняли, все, знаешь, сейчас часть аудитории, она просто сразу выходит из онлайна и просто они говорят, вот, бинго, наконец-то, эфиры с Алисой принесли свои плоды, будем учить китайский, потому что сидеть долго. Спасибо, Оксане. Вот, если я не представляю, Катя, жимайтесь, когда мы с ней были на гастролях осенью, мы много ездили, и она как раз попала на начало изучения китайского, и я там только слоги делала, знаешь, э, 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 о боже, ой, мы с ней жили в одной комнате, я каждую свободную выбираю, э, 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 ну, ты знаешь, у тебя и сейчас звучит так, что, в общем, я тоже начала, почему-то, я вообще никогда не нервничала, но сейчас я занервничала, потому что, в принципе, боже мой, хорошо, вопрос это следующий, чисто психотерапевтический вопрос, как Лёша, на какой стадии сейчас, он тоже учит? Он за мной ходит и говорит, хуже, бай, 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 нет, просто мне кажется, что, когда один учит, а второй это слушает, второй сойдет с ума, поэтому второй вынужден должен это учить тоже, потому что, ну, поэтому он ходит за мной и спрашивает меня постоянно, где находится библиотека, это фраза, которую он уловил, выучил, и в любой непонятной ситуации у меня спрашивают. Понятно. Нет, это, конечно, очень забавная история, просто такая, просто классная. Слушай, ну, мы от вас ждем новых перформансов, как бы, в семейном кругу, ждем ваших онлайн-концертов теперь с еще большим нетерпением, потому что тема классная. Слушай, а вот в интернете проскочила вот эта вот информация, типа там флешмод, всякие устраивают на тему Ютьюба, подписочек, там, вот этого всего. Ты принимаешь участие вообще в каких-либо такого рода марафонах, типа музыкант наконец-то помогает другому музыканту, там все друг друга пиарят, там раскручивают, ну, чтобы культура все равно поднималась в топ так или иначе, хоть с концертами, хоть без. О, я не слышала об этом ничего, Алиса. Как? Хочешь сделать... Слушай, там, в общем, есть такой стандартный текст, который ты просто себе вывешиваешь на страницу с линком своего Ютьюба. Я не люблю стандартные тексты. Нет, ну, ты можешь написать свой нестандартный, просто там как бы смысл в том, то есть никто особо не заморачивается, что типа как бы, ну, музыканты запустили флешмоб, потому что очень тяжело раскручивается музыка на Ютьюбе. Типа давайте наконец-то сделаем так, чтобы нас было много и каждый мог выйти на монетизацию. То есть идея сейчас в чем? Что на Ютьюбе, если у тебя менее тысячи подписчиков и менее четырех тысяч часов просмотров, ну, то есть просто от этого реального времени, то даже на минимальную монетизацию канал, просто так устроенная платформа, ты не можешь выйти. Ну, понятно, что речь идет там о смешных деньгах за рекламу, да, но тем не менее, как бы желание благое, потому что люди хотят, чтобы наконец-то не по псам правило балл, да, а вот чтобы это все-таки было как-то, ну, о классическом контекте как бы в том числе. Поэтому, если тебе это интересно, мне кажется, что вполне можно было бы запустить этот марафон, потому что многие наши общие друзья, ну, я в том числе, в принципе, я принимаю в этом участие, почему нет, я считаю, что мы этого достойны, в конце концов, хуже не будет, да, поэтому я тебя, в общем, привлекаю как бы к этой активности в том числе. Тоша, ты слышал, куда нас привлекают? Привлекайтесь, а мы вам будем ставить тоже лайки и добавим вам просмотров, ну, и подпишемся, конечно. Хотя мне кажется, что мы уже давно на все возможное подписались, но это только кажется, потому что иной раз начинаешь так вот смотреть, думаешь, господи, сколько людей вокруг, сколько интересных каналов, за всем и не уследить, а сейчас такое время, что наконец-то можно. Вот, так что есть такое. А еще, у вас такая очень активная семья, я смотрю, китайские, готовка, фильмы классные. Как вам хэштег изоизоляция? Когда люди изображают картины знаменитые. А, это потрясающе, я тоже думала, надо что-то сделать, но руки не доходили. Но изобретательность людей бесконечна. Ты знаешь, Оксана, мне кажется, я знаю, как тебя подстегнуть на этот челлендж тоже. Есть такая инсайдерская информация. Дело в том, что мои друзья, которые сейчас живут в Америке, знаменитая женатая пара музыкантов, совершенно случайно, зайдя в комнату своего сына, увидели весь этот пейзаж, как подросток все это разбросал, и им пришла в голову картина Кандинского на секундочку. И они как бы вот расставили предметы, немножко так ногой пнули, ну, потому что уже картина, в общем-то, была готова. Они это сфотографировали, и на следующий день им позвонили из New York Times. А потом им еще позвонили из одного портала. То есть, как бы, да, это реальная история. О них написали статью, выяснилось, что эти люди не случайно какие-то пассажиры, что они, ну, деятели искусства, как бы, да, музыканты, не последние совсем. И как бы эта история начала раскручиваться еще, еще, еще. То есть, прикол в том, что это мировой такой вот челлендж, да, потому что все сидят, и как бы, если люди креативные, а вы люди креативные, я думаю, что можно тоже как-то вот немножко прославиться. Спасибо, спасибо. Ты нам добавила, да. Задача. Ой, у нас опять все подвисло. Так. Так, подвисло. Ну, мы отвисаем или нет? Не могу понять. Так, отвисаем, да. Ты сейчас слышишь меня? Да. Да, ну, в общем, тем просто огромное множество, и это так здорово, потому что, ну, многие люди, знаешь, которые все они музыканты, сидят, и кто-то уже просто, не знаю, там, три раза выходит выкидывать мусор, без мусора. Вот кто-то, не знаю, у нас лайфхак в Москве появился, когда люди поняли, что выпускают только в магазины и выкинуть мусор, они, значит, брали с собой продукты из дома и гуляли с продуктами, что они в любой момент им сказали, а что, что такое, а я вот с продуктами иду из магазина. Да, что все в порядке, все сходится нормально. Слушай, у нас в Питере до сих пор можно пойти погулять здесь продукты. Мне кажется, что после того, как ты это сказала, сейчас точно будет уже нельзя, особенно в Питере. Да, 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 понятно. Да, слушай, Оксана, а вот поскольку ты золотой полиглот, мне интересно, сколько книг, вообще, как часто ты прибегаешь к такому, читаешь ли ты в оригинале? На английском, на французском, я уж не знаю на каком, но сейчас что-то есть в запаснике? Я на этой неделе читаю по-итальянски, а на следующей начинаю на французском. Система. Система. Невероятно. Чек спросит и по времени покупки проверит. А говорят, ну, конечно, да мы знаем, как с этим справляться. Господи, пацаны, что же вы такое пишете-то, ребята? Чек выбросил на кассе. Все. Все. А так делают абсолютно все. Зайдите в свой магнит, возьмите чек, чей-нибудь хотите с этим. Вот, пожалуйста, лайфхак от шефа. Ну да, если там только будет бутылка, как они, уже выпил. Нет, Оксана, ты так с такой уверенностью сейчас сказала, как будто бы ты его просто каждый день так делаешь. Нет, на самом деле с ним. У нас тут на почве карантин соседи с Машей сошли. Представляешь, мы один раз, это не про коньяк, конечно, история, но стою, жарю котлету, приходит ко мне. Муж говорит, слушай, к нам полиция приехала, спускаемся, а там полиция, МЧС, вообще куча машин, куча народов. А что случилось? Они говорят, а соседка сказала, что у вас ребенок в окно хочет вывести? Они такие, нет. А она сказала, они такие, нет. То есть маразм уже настолько вот обладел людьми. Это так, это правда. Называется, что значит жить в дворе колодца? Невероятно. То есть получается, сейчас вот эта вот тема Советского Союза, когда соседи как бы смотрят, да, в бинокли и стучат друг на друга, имеет место быть? Да. Какой кошмар. Слушай, но у меня была слабая надежда, что Петербург это культурный город. Я все-таки из тех жителей Москвы счастливых, наивных, которые все так еще думают, считают. Но теперь нет, после такой истории, конечно, конечно, нет. Ну да, мы все шторы занавесили навсегда, так что ничего у нас в квартире увидеть нельзя. Ни детей, ни родителей, ни рояль, ничего. Все, все, баста. Да, слушай, Оксана, а у меня еще такой вот к тебе вопрос. Как ты считаешь, вот музыканты, которые сейчас, ну вот рассчитывают на то, что это расхлопнется через месяц, насколько, ну, это наивно так полагать, по вашему ощущению? Просто вот мы собираем такую вот как бы информацию неофициальную. Вот с какого момента, ну вот якобы на сегодняшний день активность будет более или менее восполнена хотя бы на камерных площадках. Вот у вас какие данные? Или никаких данных вообще? То есть, по крайней мере, там, не знаю, ну давай так, давай сентябрь. Сентябрь есть? Давай с плохого сразу. Я надеюсь, что будет в сентябре, хотя бы в России что-нибудь. Видимо, нас никуда не выпустят, но надеюсь, что что-то будет. Я могу сказать только то, что я знаю о происходящем в Италии, потому что у них уже вышла директива, я ее читала вчера. Они потихонечку возвращаются к жизни, потому что у них несколько дней уже очень низкая, да, заболеваемость. И там о концертных дискотеках и да, концерты и дискотеки у них в одной были в группе. Они у них планируются только со следующего года. То есть вот так вот, январь получается, 21-й год. Да, да. То есть график открытия заведений это фабрики со следующей недели, какая-то категория фабрик, другая категория похоже еще на две недели, еще что-то, бары, рестораны с сентября. Уже в полную силу заработают. Раньше они будут работать только на вынос. Концерты, массовые мероприятия, дискотеки до конца года будут запрещены. Во всяком случае, так сказала премьер-министр, пойдем ли мы по этому пути или придумаем свой уникальный. Я не знаю. Другое дело, что, скажем, китайцы уже говорили несколько недель назад, а может, и все-таки приедете, потому что у нас все готово к вашему приезду. Я говорю, я все-таки не приеду, потому что мне страны не лепутся. Да, как? Это невозможно. То есть как-то они в Китае, несмотря на то, что у них не так давно все закончилось, они уже что-то собираются массово проводить. что-то? То есть получается, что у каждого будет, наверное, какой-то свой индивидуальный сценарий, просто зная, как это происходит в России, пауза. Ну, то есть, как бы, нет, на самом деле просто мы понимаем, что первыми восстановятся какие-то камерные мероприятия, если вообще восстановятся. А когда вот именно массовость пойдет, ну, понятно, понятно, Аксан, да, я тоже созваниваюсь со своими друзьями из Италии, да, примерно те же ощущения, только я не знала, что у них именно вышла эта бумага о том, что с начала года вот это я как-то упустила. Ну, это буквально вчера, вчера было у тебя обращение, не вчера, так что это не давая штука. Слушай, а вот вернемся к позитивной точке зрения. Если у вас еще практически, ну, так, не особо контролируют ваши прогулки, вам удается хотя бы немножко заняться фитнесом, как-то выйти, там, ну, не в парк, хотя бы пробежаться вокруг дома, я не знаю, какая-то активность, она возможна там в Питере? Мы дома делаем, мы тут вместе уже в планке стоим, потом, я большая фанатка такой девушки, ее зовут Кейла Ицинес, она австралийка, и у нее своя программа фитнес, она мне очень нравится, и я ничего делаю, и мне, мне в общем хорошо, три раза в неделю по полчаса, и ты уже в форме, да? Ну, потому что сейчас-то все очень переживают за то, что как бы в каком виде они выйдут из этой самоизоляции, то есть они выйдут, или они как бы что-то другое делают? Ну, да, знаешь что, мы купили умные весы, поэтому каждый раз, когда вы смелые люди, это знаешь, да? Во-первых, они тебе совершенно сурово беспрекрасно вообще, сколько тебе лет, один раз мне было 52, я вино на канале была, так, мне нельзя покупать такие умные весы, так, окей, сегодня было 29, так что большой прогресс, видишь, я могу почувствовать прелести разного возраста, просто не входя из дома. Ну, знаешь, покупать весы перед тем, как ты будешь заперта дома где-то, не знаю, от двух месяцев до полугода, не дай бог, или еще больше, ну, кто знает, да? Это просто, это себя не уважать, мне кажется, что первыми будут разбиты не айфоны и планшеты, потому что люди изнемогают от онлайна, а именно весы первыми пойдут просто с молотка, с балкона, знаешь, по-итальянски, как на Новый год, избавляются от всякого хлама, до свидания, весы, это будет 21 год, я предрекаю. Нет, ты знаешь, на меня действуют по-другому, я на них встаю, они мне сообщают о моем возрасте, что у меня недостаток белка, я уже начала сходить с ума по поводу этого белка. Если бы мне сейчас сказали, что у меня недостаток белка, я бы послала эти весы просто волшебными словами самыми, потому что сейчас и так все на пределе. Как они до сих пор у вас живы, господи? Нет, ты знаешь, мы очень, как сказать, мы очень не особо воспринимаем, во-первых, мой муж их обожает, он на них становится, и они ему говорят, что он 15 лет, у него качество, значит, тело 100%, как там они говорят. Оксана, у нас нам придется, видимо, выйти во второй онлайн, договорить, потому что 20 секунд осталось, и нас сейчас выкинет Инстаграм. Давай договорим, да? Сейчас перестыкнемся, дорасскажем. Он мне не даст их выкинуть, потому что он их большой фанат, они его обожают. У него все в порядке, 100%. Понятно. Но твоему мужу 15, тебе не 59, и не 52, переходим в второй раунд, для того, чтобы не покидать дорогую аудиторию на такой, на самом интересном месте, на самом остросюжетном островке этого рассказа. Кому там 15, кому 52, покажет время, но если бы у меня были умные весы, ох, ребята, ох, не знаю, что бы сейчас со мной было. Привет. Всем привет. Еще по второму кругу. Оксана, но эта история, ты понимаешь, она всколыхнула, просто люди теперь не заснут, я в том числе, я буду думать, что же это за весы-то такие. Знаешь, люди, которые сейчас сидят, у них дефицит общения, понимаешь, дефицит. А у вас даже весы, понимаешь, общаются с вами, так нечестно. Что ты делаешь с нашей аудиторией? Люди уже извели. Пока все сходят с ума по поводу того, что у них нет концертов, я сходу с ума по поводу того, что у меня недостаточно белка, Алиса. Я уже выяснила, в каких продуктах этот белок есть, я их уже все съела. Я уже после этого встала на эти весы, а они, сволочь, показывают всю одну и ту же цифру. Ты представляешь, одну и ту же цифру. Я уже больше не могу, я уже больше не могу есть эти вареные яйца. Понятно. И как раз удачно, потому что была Пасха недавно, да, то есть как бы ты, видимо, куличи не ела, зато ела все яйца, поглощала. Ой, какой кошмар. Саша, видишь, вот ты со мной о высоком говоришь. Мои остальные интересы. Нет, ты знаешь, я только что поняла, насколько моя жизнь этот Лен просто. Вот что я поняла, ты понимаешь? Я думаю, господи, о чем я вообще думаю? Вот надо, надо вот какие таргеты ставить перед собой, ты понимаешь? И тем более сейчас-то люди тоже радовались, у кого есть собака, потому что три раза с ней гуляли за час, понимаешь? Три раза водили пса, так сказать, под дерево. Вот. И дерились с соседями. Знаешь даже этот анекдот, да, знаменитый в сети, что, типа, Бобик сегодня погулял 50 раз, потому что он единственный Бобик во всем подъезде, да? Вот из этого разряда. Потом люди, что они еще делают? Они дают имена растениям, они с ними разговаривают, а те очень хорошо начинают расти от человеческого голоса. Вот, кстати говоря, как у вас с флористикой? Это, наверное, будет такой... Никто бы ничего не поливал, поэтому ничего не заверили. Понятно. Ну, у меня такая же ситуация, даже кактуса нет, ты понимаешь? Ну, какой тебе кактус, Алиса? Здесь только в лофт филармонии разводиться. Ты там чаще бываешь, тем дома. Да, мне вот можно было бы завести металлическую ферму и пару деревянных перекрытий и два кирпича положить, и я бы их вот так обнимала и не разговаривала бы с ними. Ну да, потому что все-таки лофт терапия, это, ребят, для сильных духов. Алиса, нам нужно сделать лофт в Петербурге, вот ты уже сделал лофт в Белгороде. Я согласна. Смотри, я прям тебе сразу говорю, я согласна. Я даже не знаю, в чем замес, я уже сразу согласна. Да, я согласна. Замес в том, чтобы, что здесь, я опытным путем это установила, много крутых людей, и для них совершенно нет крутых площадок. Для них есть только очень академические, очень академические, и еще более академические, чем те академические площадки. Вот, поэтому надо выходить, конечно, из карантина и уже мчаться, мчаться к чему-нибудь лофт. Я тебе, я тебе домикну. Я тоже провела некоторую, так сказать, работу в направлении северной столицы. Ну, это не для онлайна, но я тебе могу сказать, что у меня тоже есть с чем с тобой поделиться. Вот. И я тоже очень жду, когда самоизоляция завершится для того, чтобы, видимо, приехать на место, ножками пройти, все увидеть, посмотреть. Будем надеяться, что наша, да, что наша, в общем, жизнь скоро восстановится, потому что, знаешь, планов очень много, и, конечно, я уже знаю, кого я привлеку в первую очередь. Это можно расценивать как реклама. Так что, ребята, подписывайтесь на Оксану Шевченко, на Алексея Осипова тоже. Why not? В следующий раз, я же говорю, у вас будет такой дуплетик. Кстати говоря, хочу заранее предупредить, поскольку у меня очевидно будет, ну, первый сезон, как я уже сказала, моего сериала, будет, видимо, и второй, да, и будет еще, видимо, и третий. Короче говоря, если захотите, если вам будет скучно считать, сколько у вас там белка в организме, если вас будут раздражать ваши весы, если вы не захотите играть на рояле, я всегда рада увидеть вас хотя бы в таком формате, вот, заранее пригласую. спасибо. Но вот вдвоем это, кстати, очень тяжело, потому что кто-то же должен с Майей Алексеевной быть, но мы... Но я же не знала, Оксана, я же не знала, что она у вас тусовщица, я думала по наивности, что ребенок уже будет спать, поэтому я отпускаю маму и очень ее благодарю за то, что она уделила нам столько тепла, внимания, и на самом деле ты подарила огромное количество позитива. Знаешь, это был бомбический эфир, Оксана, спасибо тебе. Алиса, спасибо тебе, всегда рада пообщаться, и, да, приезжай, приезжай, и делись своими суперпланами, потому что у нас тоже есть какие-то суперзавязки, и мы обязательно их должны сплести. Ну, это понятно, это как бы такая, знаешь, большая музыканская, лофтовая, в скобочках, семья, как бы, да, будем держать связь, и вы там, давайте, держитесь на позитиве, вот такой вот настрой, как у вас, мне нравится. Да, спасибо большое. Да, спасибо большое, ребята, мы тоже с вами прощаемся, все, пока-пока, спокойной ночи, не забывайте, что уже час ночи, хватит уже сидеть в телефонах, давайте, студенты, ложитесь спать у вас, а, завтра 1 мая, вот почему никто не торопится. И да, и всех уже с наступающим, потому что сегодня формально 1 мая, мир, труд, май, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok